привет народ у нас сегодня внеплановый пациент поменьше коробки не нашлось на новой почте ну да ладно в общем данный пациент у нас уже был и тут приключилась интересная ситуация с человек пишет здравствуйте руслан ремонтировал у вас нож то деталюшка или запчастюлька которую вы собственно делали чтобы вы понимали это микротек оригинальный микротек оригинальный и в общем говорит она сломалась аж интересно вот это запчастюлька которая сломалась это оригинальная это микротек оригинальная запчастюлька ну и собственно собственно народ сейчас мы будем посмотреть что здесь сломалась одевая чечи на улицу у нас на улице у нас пол пятого вечера и так достаточно достаточно таки пасмурно видимо еще снежочек будет засыпала нас так конкретно снегом ну чтобы вы понимали возле гаража где-то так но выше колена снега привет народ короче нас так нормально засыпало дверь еле открыл ворота калитку не открыть нужно короче сейчас часик часик нужно поработать лопатой сейчас посмотрим что с этой стороны прям нормально так подсыпало ну здесь откидать чуть-чуть можно жены машина уже все на зиму на прикол потому что вот эту кучу и отбрасывать не собираюсь ну и здесь пока что можно проехать нужно будет откидать с той стороны ворот потому что ворота не откроется и все нет тут кусочек можно подкидать принципе я и так проеду но лучше подбросить потому что когда вот эта штука замерзнет и будет ледяная корка то будет уже плохо поэтому сейчас подбросаем туда ну на санта фе я бы даже вот это не выравнивал просто выехал бы и все но на болте сейчас нужно потому что у меня там я залез под машину посмотрел защита такая знаете типа она пластиковая не пластиковая заводская и она вся порвана то есть если я сейчас буду через этот сугроб переезжать я сейчас забью вот все 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 снизу снегом а там у меня высоковольтные провода что вы понимали заказал защиту металлическую сегодня на lx буду на днях ставить ну и тогда можно будет давить сугробы чуть-чуть так то есть мордочка придавить там будет защита металлическая она спрессует снежок чуть-чуть и можно ехать но желательно вообще расчистить потому что когда сейчас машины спрессую потом лопатой поддеть эту корку будет очень сложно но здесь чтобы вы понимали вот по колено мне в прошлом году здесь снега была вот так вот насыпала хорошо прям ну это я его не чисто так просто туда подкидывал и в принципе все дарим и покажи лапку народ интересуется что с твоей лапкой а ты глупый вот так у нас лапка выглядит снегом за милой я ему одеваю мама ему связала типа свитер такой на рукавник на эту лапу а он его снимает дурилка сейчас опять оденем его он его ходит пока вот рядом ходит со мной нормально только я отхожу он его зубами срывает короче а здесь равна мило нормально в общем и там лавочку видите засыпала заметает зима заметает да морда давай сейчас оденем чехольчик твой он он лежит вот он видите лежит чехольчик его вот эта штука сейчас оденем и будет у нас будет у нас защищенный потому что снег высокий прям но я представляю как ему там обжигает снежком открытую рану в общем как то так сейчас будем откапываться отрываться слушайте тут убиться можно со ступенек ну а тут прям тоже нормально так загрибло загрибло замело сейчас я буду разребать до морда давай одевать ему давай 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 чулочек оденет и прежде чем я сегодня съездил в город мне пришлось лопаткой где-то час лопатой для снега знаете такой большой не маленькой где-то час поработать в общем поехали в общем в общем в общем в общем раз посмотрим что там не так что там не то еще там сломалась сделаем вот так вот что-то мне темно все-таки на улице темно и нужно больше света затянуло такое все короче что ничего не видно всю ночь сыпал сыпал снег и прям так хорошо насыпал я живу лишь на санта-фе я в такую погоду просто выезжал и все а здесь короче на болтики сел на пузо поняли да вот когда выезжаю уже там трактор прогреб основную дорогу и вот бортом свалил все на переезд ну на выезд собственно я хорошенько бампером это все подровнял давайте фоточку поставлю бампером это все подровнял и присел на пузо чуть-чуть но в раскачечку по чуть-чуть вышкребался без посторонней помощи так в общем народ подсыпал она знатно а снег убирать никто не собирается в ближайшее время по крайней мере так точно в общем нет моя запчастюлька здесь ни при чем я почему-то был уверен что не моя запчастюлька здесь лопнула видите здесь лопнула пружинка моя запчасть которую я делал целая вот пружинка видите лопнула я почему-то так подозревал когда человек позвонил говорит руслан лопнула ваша запчастюлька которую вы делали я говорю то ну не может быть ну я говорю вы не разбирали нужно нет не разбирал говорю и не надо разбирать просто отправляйте я посмотрю что там почему я был уверен что шпатель советский старый он будет в разы крепче чем микротековская вот каленая железка это тоже народ углеродочка старый советский шпатель поэтому я был уверен что все будет нормально что причина мы найдем совершенно другого все то есть здесь как бы вопрос выеденного яйца не стоит сейчас на две секунды намоточку вот этот поправил и все то есть видите да вот сломалась просто пружинка не выдержала микротековская вот вами ножи сколько долларов 500 600 стоит ножичек а то и дороже наверно я не гуглил мне собственно это не интересно но я думаю что ножичек не дешево так мы заняем сюда загоняем сюда виден нож сапожный и один виточек просто загибаем раз все в принципе вот так вот так и теперь узнать чуточку нам его это вот и все собственно народ вот так вот я почему-то так и думал что все будет хоккей и все будет отлично давайте мы давайте мы вытащим вот этот штифт вытащим клиночек аккуратненько и мы сейчас видите да там куча не знаю показать как он видеть какие-то вот артефакты там есть то ли стружка то ли что короче их нужно удалить нужно нас почистить удалить оттуда все лишнее вот она вот она что-то там что-то было мы его оттуда удаляем не нужно также есть какой-то мусор в замке его тоже нужно удалить и почистить понимаете да вот замочек у нас и вот там вот какой-то какой-то посторонний был то ли с кармана нитки накрутились то ли еще что-то но там не нужно абсолютно поэтому мы протираем это все вычищаем и все должно быть все должно быть напишите в комментариях пожалуйста сколько стоит данный нож не просто самому не очень охота лезть google искать ну сейчас конкретно охота понимать то есть я вот как раз залью видос и вы напишите в комментах я просто потом прочитаю все осталось что осталось на протереть вот эту вот историю ну и теперь собираем нож в обратной последовательность раз так штифт 2 далее 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 раз 3 и здесь у нас здесь у нас 4 теперь эта штучка сюда а эта штучка сюда не хочет тянуться куда ж ты денешься когда тебя попросят правильно все народ абсолютно все теперь мы что делаем сюда пружинку слушайте давайте мы что-то она как-то кривенько как-то она вот эта верхняя пластина она должна плотно прилегать она видите чуть-чуть выкручена давайте мы исправим этот момент сейчас не должно такого быть не должно такого быть секундочку мы ее сейчас поправим и она должна лежать плотно и ровно вот 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 сейчас я приложила на четко ездит по сладочке то есть там для нее специальное посадочное место она там четко катается а то она вот как-то было было немножко не в своей тарелке давайте мы пружину сначала оденем вот так вот и теперь уже вот в сборе вот эту запчастюльку поставим на место так что народ вот такие вот вот такие вот бывают у нас случай ну в принципе все проверяем собираем проверяем и тут такая пружинка прям маню пусенька и на постоянно норовит выпасть а нам это вообще не интересно так так и вот так раз два три четыре пять все 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 собираем стежные винтики болтики шпунтики и в принципе нож может возвращаться в днепр ножичек может возвращаться к себе домой все работает по-другому и быть не могло собственно короче наверное тут такая вот у нас история мне что-то как-то не нравится ну за такие деньги вот такая вот щель на китайских ножах вот этого стыка вообще не рассмотреть то есть и не так подгоняют китайцы сейчас чтобы вы понимали да вот если взять китайский нож на ли за 100 баксов вот этой щели вы вообще там не увидите то есть они так подгоночку делают что вот ну смотрите куда сверху это прям ну безобразие китайцы так подгоняют что тютя в тютю там заходит и вообще не не рассмотреть то есть нож кажется такое знаете ощущение что вроде как литой полностью это же микротек это же не китайский нож хотя мне кажется что уже и микротеки делают ну вы поняли да где мне почему-то так кажется мне почему-то так кажется в общем раз два три четыре пять и последний вот шестой все народ вот такой вот ножичек безотказно на сегодня все у меня запчистюльку эту мы опять отправляем обратно хозяину она нам не нужна ну а кусочек пружинки все-таки где-то выпал потому что вот то что мы подобрали это это был не он был какой-то кусочек какой-то алюминиевая что ли стружки или чего-то еще в принципе отсечи сюда еще сфотографировать же нужно да пока не запаковал а то чуть-чуть и потом бы опять искал в интернете фоточку кстати вот штучка классная вот сюда не лезть отверткой не царапать видите на пластик класс лопаточка шо сделаем красивое фото сделаем народ красивое фото так 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 провода мешает чуть-чуть давайте мы сюда чуть-чуть выдвинем наверное вот так сделаем на трошки пересвет слушайте а если а если со вспышкой с оригинальной и теперь давайте со светом и без вспышки на автомате ну и теперь у вас в конце будет возможность сравнить чтобы я вам сейчас камеру не показывал я в конце две эти фотографии поставлю на сегодня все давайте пока пока увидимся